Дружи ел, тысячелетние яйца, все плевались, харкались, ужасались, а мне кажется норм. Здравствуйте, друзья, тупой четверг, завали и дальний канал называется, подписывайтесь, ставьте лайки, пока не забыли, подписывайтесь на всякие там социальные сети. Друзья, сегодня у нас вот такая вот штука, называется тысячелетнее, столетнее яйцо, там по-разному в общем называется, куплено их в Китае, куплено здесь в магазинчике китайском, они видимо для своих возят, потому что русские как-то не очень обычно относятся к тысячелетним яйцам, почему считается, что они тухлые, на самом деле ничего с тухлятиной тут не связано, на самом деле они специфически приготовлены, конечно они не столетние, не тысячелетние, готовится это там несколько, по-моему, месяцев, в общем в чем фишка, вот такое вот яйцо, это смесь извести и овсяной шелухи, они обмазываются известью и там путем ферментации изменяются, к сожалению, знание китайского мне не позволяет понять, по-моему это все-таки утинные яйца, судя по воде, которая нарисована, ну значит утинные, как это есть, если вы вдруг отважитесь, во-первых, надо чистить шелуху, ну как, она просто вот так вот очищается, тут видите, вот сухая такая херь, иногда чуть влажная, они у меня довольно долго лежали, я честно говоря не знаю, что там внутри, может они высохли уже сами по себе, но будем надеяться, что с ним все в порядке, для приготовления берут сырые яйца, просто сырые, утинные чаще всего яйца, обмазываются вот этой хренью и погружаются вот в такую вот смесь, в известку, грубо говоря, они погружаются, не переключайте канал, сейчас я его мою под краном, выкину эту вот байду и продолжу. Вот яйцо помыто, и вот оно выглядит как утиное яйцо, с пятнышками с такими, да, это для утиных яиц нормально пятнышки. Дальше все будет как с обычным яйцом, мы его просто разобьем и посмотрим, что внутри. Не, оно не высохло, оно просто такое и было, на самом деле. Да, и есть такая фишка, что чем дольше они кранят, тем они становятся типа ценнее, может быть такое яйцо как раз и больше стоит, чем обычное рядовое, ну а подсохло конечно, ну ничего страшного я думаю. Давайте второе посмотрим, может оно менее сохшее. Вот такие вот штуки получились, они действительно подсохли чуть за время хранения, но напишите в комментариях, что там, когда их, они считаются уже негодными к употреблению. Мне кажется, я считал, что они вечно годны к употреблению. Как я думаю это возникло, почему вообще китайцы придумали вот это жрать? Просто у кого-то было много-много утиных яиц, он их положил куда-нибудь в известь, ну вообще хранили в извести, это распространенная такая хрень, и как бы они пропустил сорок годности в общем человек. И они там лежали, и он такой, а и выкинуть жалко, и типа уже жрать наверное нельзя, ну как вот тут варенье стоит у ваших бабушек по 20-30 лет. А потом, видимо, случился неурожай, и пришлось попробовали, а жрать-то можно в принципе. Давайте разрежем сейчас. Ну вот это прям нужной консистенции такой вот, как оно и должно быть. Как будто стеклянный такой вот желток и кремообразный белок. Наоборот, кремообразный желток и стеклянный белок. Пахнет плохо, вот так, солдатским туалетом пахнет. Но вообще, что вы хотели, аммиак? Если вы там посмотрите ролики на ютубе, вот дружи ел тысячелетние яйца, все плевались, харкались, ужасались. А мне кажется, ну, смотрите, вот, такую красоту сейчас беру и ем. Вот там есть привкус такой специфический очень. Он, конечно, сильно на любителя. Ну, видимо, я любитель. Блин, они полежали прям вообще. Ух! Мне кажется, такой выдержки уже сложновато для европейского восприятия. Ядреная прямо. Ну, а вообще, это такая сливочная структура, кремообразная желтка. Китайцы их вообще едят с соевым соусом и чесноком, чтобы вот этот вот аммиачный привкус перебить. Но, видимо, они все-таки перележали у меня немного. И этот аммиачный привкус, уже боюсь, ничем не перебьешь. В общем, это странно, но это, в принципе, к этому надо привыкнуть. То есть тут не сказать, что это отвратительно. Не сказать, что это прям вы попробуете с первой ложки, любовь с первой ложки. Это не про столетние яйца точно. Уговаривать вас не буду. Вот ложку за папу, ложку за маму это оставим. Хотите ешьте, хотите нет, но это интересно. Короче, пишите в комментах, что вы, самое необычное яйцо в своей жизни, пробовали ли вы тысячелетние яйца, например, или что-то более экзотическое, там, не знаю, миллионолетние яйца, замороженных мамонтов. А, хрен вас знает, что вы там едите. Это был канал Завали и Дани. Всех люблю, кроме некоторых. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok